Контроль государственных закупок. Этой деятельностью в регионе занимается департамент внутреннего государственного аудита. Для этого в Кустанайской области ведомством проводится налоговый мониторинг заказчиков и поставщиков госзакупок. Анализируется расход денежных средств и итоги проделанной работы. О том, как работает система государственных закупок и о новшествах законодательстве расскажут мои коллеги. В прошлом году специалистами департамента проверено более 20 тысяч лотов на выставленных на аукцион. Организациям направлено свыше 800 уведомлений об устранении нарушений. Проверка заказчиков и организаторов государственного заказа проводится с помощью камерального контроля. Проверяется и анализируется налоговая отчетность организации за последние несколько месяцев. При выявлении нарушений компания вносит в налоговый реестр. Если организация устранит обнаруженные погрешности, она имеет право вновь выставлять свои лоты на аукцион госзакупок. Несвоевременное проведение процедур госзакупок, размещение объявлений с нарушением законодательства, проведение процедур госзакупок с нарушением законодательства, обжалование их итогов, повторное проведение государственных закупок и их отмена, приводит к срыву сроков закупок планируемых работ, к услугу поставки товаров и к рискам в части неосвоения или несовременно освоения бюджетных средств. К примеру, хочется отметить один факт. В случае неисполнения уведомлений департамент принимается меры реагирования, такие как приостановление расходных операций. С этого года в закон о госзакупках внесено ряд изменений. Одно из главных новшеств связано с распределением лотов. Теперь предпочтение выполнения госзаказа будет отдаваться местным компаниям и поставщикам. Новый критерий позволит снизить влияние республиканских фирм на региональных подрядчиков, когда то из одного региона страны работает незнакомой для себя области, при этом выполняя обязательства по госзакупкам руками местных компаний. Было внедрено новое коллекционное требование в виде финансовой устойчивости потенциального поставщика. Данное требование определяется на основе сведений комитета государственных доходов по следующим четырем критериям. Это доходы, показатели уплачивания налогов, фонд оплаты труда и наличие трудовых ресурсов. Такой подход обеспечил участие в конкурсах только компаний, имеющих соответствующую налоговую нагрузку и достаточные материальные трудовые ресурсы. Также в измененном законодательстве текущего года предусмотрены критерии, влияющие на конкурс ценового предложения. Это критерии на нахождении потенциального поставщика, соответствующего административно-территориальной единицы в границах области, городов и республиканских значений и столицы по месту выполнения работ. Стать участником госзакупок может не каждая организация. К потенциальным поставщикам предъявляется ряд требований, то они должны иметь налоговых задолженностей, обладать финансовыми ресурсами для выполнения своих обязательств по госзакупкам. Организация должна быть зарегистрирована в Казахстане и иметь всю документацию для заключения договора с госорганизацией. Также имеется критерий отрицательное значение, влияющий на конкурс ценового предложения. Применяется потенциальным поставщикам, участвующим в государственных закупках работ и услуг по утвержденному перечню. Если потенциальный поставщик имеет на исполнении договор заключенный в текущем финансовом году, веб-портал закажет такой договор автоматически отнимает 0,1% от общей суммы условной скидки, влияющей на конкурс ценового предложения. Такого потенциального поставщика. Также изменен подход к проведению контроля качества. Контроль качества с учетом изменений проводится в комитетом внутреннего государственного аудита Министерства Финанса Республики за сам по всем доводам потенциальных поставщиков. Департаментом ведется ежеквартальная проверка исполнения госзакупок. За первый квартал этого года проверено свыше 10 тысяч лотов. Организациям направлено 560 уведомлений об исправлении документации и других нарушений. Общая сумма штрафов составляет 14 миллионов тенге. Дмитрий Муштар, Родион Байбич, телеканал Костанай.